Выборы в Беларуси уже скоро, и мы говорим не про те, которые будут ближайшей зимой. Там якобы выбирают парламент и местные советы депутатов. Это все неинтересно и предсказуемо. Гораздо более любопытно то, что ждет нас в 2025 году. Выборы президента. В прошлый раз получилось как-то не очень. Лукашенко в 2020-м чуть не потерял власть и лишился своей какой-никакой легитимности. Что же ему делать в 2025-м? На самом деле подготовка к следующим выборам уже идет. И сейчас мы расскажем, какими они могут быть. И напоминаем, что ваши лайк и подписка нам сильно помогут, если для вас это безопасно. Начнем с того, что уже сейчас можно точно сказать, какой итог будущих выборов хотят увидеть власти и Лукашенко. У него, кажется, даже цифра готова. Прятаться нам нечего. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. В этих его словах нет ничего нового. Это все та же цифра 80% с хвостиком. Абсолютно стандартная. В 2020 году Центр избирком опубликовал точно такую же, но был нюанс. Внимание к выборам было настолько большим, что факты многочисленных фальсификаций зафиксировали по всей стране. Люди буквально допоздна ждали итогов под своими участками для голосования. Избирательные комиссии почему-то часто отказывались вывешивать протоколы с итогами. И даже участники этих комиссий возмущались откровенным подтасовкам и порой не хотели подписывать протоколы. Это происходило по всей стране. Такой ситуации в 2025 году власти точно постараются не допустить. И они уже предпринимают для этого конкретные действия. Чтобы членам избирательных комиссий вдруг не стало стыдно подписывать нужные протоколы, их имена решили скрыть от общественности. Никаких публичных списков членов комиссий больше не будет. Очень удобно. Кстати, точно так же поступили в 2022 году во время референдума по поводу новой конституции. Списки тогда тоже не публиковали. Еще один момент касается политических партий. В Беларуси их почти нет. В этом году власти провели такую штуку, которую назвали перерегистрацией партий. И после этого их осталось всего четыре. Это Белая Русь, Коммунистическая партия, Либерально-демократическая и Республиканская партия труда и справедливости. И все они поддерживают Лукашенко. А вот лидер одной из этих партий, Олег Гайдукевич, радуется. Сейчас идет перерегистрация. Прошло четыре партии. Больше уверен, до выборов не появится. Мы вместе будем стоять плечом к плечу. Мы стоим сейчас и будем отстаивать национальные интересы Беларуси. Стоять рядом с президентом. Мы убрали пятую колонну. Не будет пятой колонны на выборах. Они не нужны. И чтоб 10 лет их не было. 50. То есть в Беларуси идет тотальная зачистка всего политического поля. Выборы, вероятно, захотят провести максимально контролируемо, чтобы, не дай бог, чего не произошло. Аналитик Артем Шрайман, например, называет это туркменским сценарием. Когда в процессе участвуют проверенные наблюдатели и члены избирательных комиссий, оппозиция к выборам не допускается, а на улицах в день голосования вводится что-то похожее на военное положение. Ну и если у людей нет настоящего выбора, а в бюллетенях одни провластные кандидаты, то им, в принципе, все равно, что там происходит и как это считают. Потому что нет ощущения украденной победы, которая была, например, в 2020 году. К протестам это не подталкивает, и для властей все проходит гладко. И Лукашенко действительно может проскочить следующие выборы по такому хитрому сценарию. Хотя в последний год он выдал кое-что новое. И прямо заявил, что прямые выборы президента в Беларуси стоило бы отменить. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании. Выборы президента – это будет раскачивать ситуацию. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпинь на Всекитайском народном собрании в СНП, он что, не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взяты. Поэтому вот мы где-то проявили слабость. То есть Лукашенко пожалел, что когда власти принимали новую конституцию, туда не вписали, что президента должно выбирать Всебелорусское народное собрание. Это совсем не новинка. Похожим образом, в Советском Союзе Коммунистическая партия, то есть КПСС, собиралась и назначала себе генерального секретаря. Было бы очень удобно. Никакие выборы президента в Беларуси тогда вообще можно было бы не проводить. Никогда. Прямо сейчас в нашей конституции ничего такого нет. Но зато у нее есть свойство периодически меняться, когда нужно. А время до выборов еще есть. Но конституция все равно позволяет вообще не проводить выборы. Достаточно ввести в Беларуси военное или чрезвычайное положение. И тогда все избирательные процессы откладываются на неопределенный срок. Тоже удобно. Ведь если в 2025 году в границ Беларуси еще будет идти война, то всегда можно заявить о том, что ситуация вдруг обострилась. И надо вводить это самое военное или чрезвычайное положение. Найти повод для этого очень легко. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Ну и последнее, о чем нужно помнить. Когда приняли новую конституцию, в нее вроде как ввели ограничения на число президентских сроков. Их теперь не бесконечное количество, а всего два, по пять лет. Но секрет в том, что отсчитываться они будут с момента следующих выборов. Тех самых, которые пройдут в 2025 году. А это значит, что по собственной конституции Лукашенко сможет участвовать в выборах вплоть до 2030 года. А называть себя президентом еще дольше, до 2035. Если, конечно, все будет идти тихо и не произойдет ничего экстраординарного.